Слово Божие 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 и незамужней в обществе, закон которого гласил, что ее следует забить камнями. Юная Мария была чиста, и она никогда не была с мужчиной в обществе, где часто встречались ложные обвинения. Однако она полностью доверилась слову, которое она получила от ангела. Она посвятила себя славе Божией, и, несмотря на цену, даже если за это придется поплатиться жизнью. Вот факт, который вы никогда не услышите в мирских школах или в СМИ. Нужна по-настоящему здоровая библейская самооценка, чтобы быть по-настоящему смиренной. И люди с поврежденной самооценкой испытывают чувство неполноценности. Они не могут быть смиренными, поэтому они притворяются. Они хотят, чтобы другие знали, какие они умные, красивые, успешные и компетентные. Они позволяют своей надменности компенсировать чувство неполноценности и недостаток самоуверенности. Только те, кто уверены в том, кто они и чьи они, могут позволить себе настоящее смирение. Эта девушка понимала, что Бог почитает смиренных и отпугивает гордых. Но перед тем, как перейти к молитве хвалы, есть один вопрос, который задают многие люди. Многие проповедники говорят, что все религии ведут к одному Богу, и все основатели религии равны. Тогда вот вопрос. Зачем Иисусу нужно было родиться от девственницы? Потому что Сын Божий не мог, не мог слышать, и родиться в результате естественных биологических процессов. Если бы Иисус был зачат от земного Отца, то Он не смог бы искупить нас от наших грехов. Почему? Потому что тогда бы Он был таким же грешником, как и мы. Но только тот, кто рожден безгрешным и жил безгрешно, мог заплатить за наши грехи. Не упустите то, что я собираюсь сказать, потому что это очень важно. Происходит чудо всякий раз, когда человек приходит к Иисусу и говорит, «Господь, я грешник, я иду в ад, но спасибо за то, что Ты умер на кресте за меня и мои грехи. Я принимаю Тебя, как моего Господа и Спасителя». Когда это происходит, это чудо. Это чудо, друзья мои. И через это чудо мы получаем всю необходимую здоровую самооценку, чтобы жить в этом мире. Мы получаем всю необходимую здоровую самооценку, чтобы встречаться со всеми предубеждениями современной культуры. На работе, в правительстве или в любом другом месте. И это все, что вам нужно. Эта молитва напоминает нам о том, что Бог благоволит к нам. Если вы, верующие во Христа, если вы идете с Господом день за днем, то вы имеете Его благоволение. Это молитва хвалы. Это пример молитвы для всех христиан, которые знают, что они стали верующими, потому что получили благоволение от Бога Отца. Я хочу дать вам три пункта. Приоритет номер один — это прославлять и возвеличивать Господа. Мы видим это в стихах в 46-м и далее в 47-м. Отметьте их, пожалуйста, в своих Библиях. Во-вторых, как и Мария, мы должны славить Бога за Его благодать. Стихи 48-го по 53-й. В-третьих, так же, как Мария, мы должны всегда благодарить Бога за Его верность. Стихи 54-й и 55-й. Посмотрите, как она славит Господа в этой молитве. Хочу еще раз напомнить ее жизненные обстоятельства. Я знаю, что мы читаем эти строки и радуемся, но мы не фокусируемся на главном. Вам нужно перенестись в ту историю, в то время и в то место. Она была беременна и не замужем. милая, добрая, благочестивая. Незамужняя девушка стала изгоем в своем обществе. Как только город заметил ее живот, их языки сразу стали мести. А если вы выросли в небольшом городке, то знаете, о чем я говорю? Когда она говорит «Возрадовался дух мой о Боге», о Спасителе моем, она радуется не из-за прекрасных обстоятельств или из-за поддержки близких друзей или из-за восторга ее родителей, от новости о ее беременности. Вы можете представить реакцию культуры того времени? Мария радовалась в Господе, потому что она доверилась и возложила все свои надежды на Него. Ее душа, ее дух, ее эмоции, ее интеллект и даже ее тело со всеми гормональными изменениями все они славили и возвеличивали Бога, благословившего ее таким благоволением. Знаю, что некоторые из вас здесь в зале или у себя дома не чувствуют, что Бог к вам благосклонен. Так вы себя чувствуете. Вы смотрите на свои обстоятельства, на свои отношения, на свой банковский счет, свои счета и даже на свое здоровье, и вы не чувствуете себя благословленным. Пожалуйста, прошу вас, пожалуйста, не позволяйте негативным обстоятельствам затуманивать проявление Божьего благоволения по отношению к вам. Не позволяйте этим негативным обстоятельствам негативно влиять на ваше вечное отношение с Богом. Именно поэтому мы с вами должны славить Бога в победе и в трудностях. Мы должны славить Бога на солнце и в тени. Мы должны славить Бога, когда наши глаза горят и когда они наполнены слезами. Но почему? Если вы спасены, то Бог благоволит к вам. И этого уже достаточно. Но в Америке это звучит почти как богохульство. Мы даже не понимаем значение этого слова. Достаточно? Да, достаточно. Аминь. Покажите мне человека, чье сердце полностью сконцентрировано на том, чтобы славить Бога, и я покажу вам человека. Довольно? И полного радости. Покажите мне человека, чья молитвенная жизнь сконцентрирована на том, чтобы приносить славу Богу, и я покажу вам по-настоящему счастливого человека. Покажите мне человека, чья молитвенная жизнь сконцентрирована на том, чтобы искать царство Божьего, его праведности, и я покажу вам по-настоящему довольного человека. посмотрите на Марию. Если в мире есть человек, который имел бы право переживать, волноваться и падать духом, то это та беременная девочка, подросток, ее жизнь была на кону. Вы только подумайте. Ее жизнь была под угрозой. Ее репутация была испорчена. Ее честь была под большим вопросом, а ее будущее под сомнением. Думаете, у вас проблемы? Что, у вас проблемы? Но ее реакция на эти обстоятельства показывает нам, почему Бог избрал ее среди всех девушек того времени и сделал ее матерью Мессией. Слава Божия была очень важна для нее, очень важна. Во-вторых, она прославила Бога за его великую благодать. 48 стих. «Потому что он увидел смирение своей служанке. Отныне все поколения будут называть меня благословенной». Благословенной. Как видите, она считала себя смиренной слугой Господа. Дорогие мои, Бог всегда, слышите, всегда, всегда благосклонен к смиренным. Я говорю не о тех, кто притворяется смиренным. О, мол, я смиренный. Вы понимаете, о чем я, Понимаете? О, я недостойный такой, вот недостойный весь. Много лет назад кто-то из наших служителей говорил, «Я такой недостойный, такой недостойный». Я сказал, «Шутишь? Если бы мы считали тебя достойным, то не взяли бы тебя на работу». Иногда человек считает себя слишком важным, и это мешает Господу использовать его. И здесь Мария осознает, что даже ее смелость и ее мужество ничего не могут перед лицом этих ужасных обстоятельств. Все только по благодати. Мария всегда помнила о Божьей благодати, его благоволении, милости и его даре. Если вы начнете славить Бога за его благодать, то вы никогда не скажете, «Какой же я несчастный!» ее голова была высоко поднята, она ходила с высоко поднятой головой, несмотря на все перешептывания и все сплетни. Когда Иисус описывал своего двоюродного брата Иоанна Крестителя, он сказал, среди рожденного от женщины нет большего, чем Иоанн Креститель. Вы только подумайте, этот человек выглядел не очень хорошо, пах не очень хорошо и говорил не очень хорошо, но Иисус сказал, что он самый великий. Почему? Иоанн сам отвечает нам на этот вопрос в Евангелии от Иоанна 3 главе 30 стихе. Ему должны расти, а мне умоляться. Величие Марии было в ее настоящем смирении. 51 и 52 стихи она сказала, «Его рукой совершены великие дела, он рассеял гордых в надмении сердца их, сверг правителей из их престолов и возвысил смиренных». Во всей истории от Новуху до Нуссора до Александра Македонского, Цезарь, Гитлер, Муссолини, все, кто приходил ко власти и считал себя непобедимым, мертвы сегодня и горят в аду. А примеру, этой юной девушки стараются подражать уже 2000 лет. Я насчитал как минимум 27 вариаций на имя Мария, ее вера, ее добродетель. Мне нравится наблюдать за тем, как Бог переворачивает историю с ног на голову величия Римской империи. Цезарь был всем, а Павел был никем. Но сегодня мы называем наших детей Павлами, а наших собак Цезарями. Бог дает благодать смиренным и смиряет гордых. Ну и в-третьих, Мария славила Бога за Его верность. А когда вы в последний раз благодарили Бога за Его верность? Он дал обетование Аврааму, потом Исааку, далее Иакову. Несмотря на все его неприятности, Бог продолжал повторять, что Мессия будет из рода Иакова, и через две тысячи лет после Иакова, между Иаковом и Марией почти две тысячи лет. Бог неоднократно повторял это обетование и исполнил его в этой смиренной девушке. Он пообещал Иакову, даже когда Божий народ стал нетерпеливым и грубым по отношению к Богу. Прочтите. Это в Ветхом Завете. Они обвиняли Бога в неверности, но при этом Он сдержал все Свои обещания. Поэтому послушайте, Бог всегда будет сдерживать Свои обещания. Послушайте, что она сказала. Он насытил благами голодных, а богатых отослал ни с чем. Он помог Своему слуге Израилю, помня Своё обещание нашим предкам. Он помнит обещания. Он пообещал Аврааму и Саре, что у них будет сын. Они были старыми, но через 25 лет Он исполнил Своё обещание. Он пообещал Моисею, что выведет народ из египетского рабства, и через 40 лет Он исполнил это обещание. Год за годом, от бытия до Малахии, Бог обещал послать Мессию. И в полноту времён у невинной девушки родился Иисус. Дева Мария это воплощение исполнения Божьих обетований. Этими словами из Магнификата она говорит, что Бог всегда сдерживает Свои обещания. Скажите это вслух со Мною. Скажите всегда. Да. Хочу спросить вас, а вы готовы поверить в то, что Бог исполнит Своё обещание, данное лично вам? Вы готовы верить Ему, даже не видя никаких доказательств? Вы готовы славить и возвеличивать Его имя выше всего? Вы готовы говорить о Его милости, о Его благодати, и о Его верности. Даже когда все идёт не так, даже когда ваши обстоятельства не очень благоприятны, всё равно Бог благоволит к вам. Я попрошу вас сейчас подняться. Давайте вместе встанем и произнесём очень простую и короткую молитву. Надеюсь, вы возвысите свой голос, чтобы вас услышали и небеса, и также дьявол. Это молитва сотника. Вначале я произнесу её, а потом мы скажем её вместе, «Господь, я верю, помоги моему неверию». Давайте скажем это вместе, «Господь, я верю, помоги моему неверию». Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперёд с доктором Майклом Юсефом. Майклом 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 Майкл